всем здарова народ с вами варчик понедельник а это значит что мы будем смотреть топовый бой за неделю по урону сразу скажу что это не самый топовый бой по урону а целый аж 3 3 бой по урону но урона здесь все равно будет много на первом месте там что-то набили урона 13 400 на втором 12 400 ну и почему мы не смотрим топовый бой потому что бой который на первом месте реплей не воспроизводится потому что у картошки там микро патчики выходят еще какая-то срань и реплеи до этого не воспроизводится только свеженький реплей воспроизводится на втором месте бой я записал видосик но он просто не интересный он вообще не интересный чел приехал в позицию которую я тоже всегда занимаю отстоял там на одном месте пострелял все принципе весь бой линия маннергейма тем более мало того что это тот бой та карта которую мы смотрели в прошлом видео в этой же рубрике еще и тот же самый респ ну и позиция даже не сильно далеко друг от друга находится короче но там вообще нечего смотреть до чего нам бил много урона ну такое короче поэтому смотрим аж третий третий по урону бой это у нас вк 72 0 1к да и там принципе много имбовых всяких танков за гк в топе по урону на этой неделе на прошлой неделе почему-то не катали такие танки видимо готовились к турниру все статисты нагибаторы и на прошлой неделе топовый урон был всего лишь 9 500 и это вообще был бой на девятки без всяких там имбовых десяток а на этой неделе прям там жесть какая-то творится и урона намного больше и танки совсем другие в топе по урону и видимо выпустили на этой неделе немного покатать хотя по идее как раз на прошлой неделе и должны были готовиться там и орать она позапрошлой должны были быть свободны ну фиг знает короче может это совпадение какое-то мне кажется в этом бою экшена будет намного больше поскольку тут хоть какая-то движуха происходит как обычно в яму падают дурачки которые сливаются вообще не понимаю зачем они сюда вечно падают одного съели просто проглотили тупо проглотили все мимо тупо итальянца загавали даже без макарошек просто съели как был остается нас из 4 вообще не понимаю зачем они лезут в эту дыру всегда падают и умирает а враги стоят наверху и особо помогать не собираются вот приехал этот нагибатор на 268 вариант 4 один раз стрельнул и уехал все помог принципе твп очень плохое сейчас делает для нашего героя сбивает гусельку по 268 268 пробивает нас альфа у нее не сильно большая вылетела мало и побольше 713 арта кинула на 6 принципе все нормально отделались легким испугом зато набили уже 4000 урона 4000 в этой яме наубивали уже и это неплохо неплохо но урона будет намного больше даже больше чем в два раза еще урона мы увидим больше а счет всего лишь 234 река урона счет 23 еще мясо будет просто тьма в этом бою кстати 3 арты это не есть хорошо для урона казалось бы когда 3 арты это всегда плохо тем более для тяжа но наш герой поехал в то место где арта в принципе не простреливает поэтому все хорошо если не вылазить вперед промахиваемся по е4 я честно говоря не понял зачем так жестко было стрелять и все он сейчас бы остановился или выехал еще сильней и в принципе и 4 можно было бы и продамажит наверное спешить бы ни к чему зато с таким выстрелом по е4 можно было раньше отъехать назад и не получить лишнего может быть в этом фишка кстати про снаряды у нас немножко бы бешек жменья кумулей и целых 10 фугаса целых 10 у вас вот е4 900 получает в этот раз видим что наш супер герой не спешил и в этот раз дал нормальный урон зачем было в прошлый раз спешить глючок давать не знаю в этот раз не спешил и все четко кстати тут вроде 350 кумулем пробитие до 350 750 альфа а вот фугас тут пробитие 85 пробитие 85 меньше чем у колесника ну почему бы нет слева твп заезжает и это может быть больно хотя уже видно что не очень-то больно сбили ему каток твп не пробил уже два раза три раза не пробил это вообще никакой въезд от твп просто никакой и твп у нас отправляется учиться раздавать барабаны следующие заезжаторы в эту же яму заезжают убивать m103 m103 это наверно самый донный по статистике танчик на девятом уровне пацаны вдвоем на него заезжают и сливаются видно что тупо сливается вдвоем об самый убогий танк на девятом уровне нахрен он им нужен вообще непонятно когда наверху на балкончике стоит чел с половиной хп здоровенным дреном полушотные и шотные чуваки въезжают на какую-то мусорку чтобы в него там стрельнуть зачем вообще не понимаю просто слились на ровном месте отдали бой можно было счет поставить в позиционочке посвятить для арты сдерживать направление а так они отдали целый фланг и теперь можно поддавливать подъезжать куда-нибудь под свечи для арты и поджиматься под врагом то есть сейчас еще пол карты отдали и 4 и вот это вот чудище удис 16 просто взяли и подарили половину карты для нашей команды просто жесть как так можно безалаберно играть почему такие действия люди часто делают это яма вот на некоторых картах есть я мы в которые все всегда лезут но эти ямы вообще не нужны абсолютно там нельзя быть на эль халуфи все время в яму падают и умирают очень редко когда там кто-то от башенки что-то сделает но это почти никогда почти никогда и на лайвоксе там под мост любят люди ныряют бизнес вообще без инфы без ничего просто нырнул сдох класс и по карте потом просто по карте начинаешь тыкать все виноваты я дартаньян в яме сдох никто мне не помог здесь мы стояли бабаху выцеливали странно что ничего не боялись стояли до упора выцеливали бабаха не попала прям все как надо и дальше по тремя артами мы здесь катаемся бабаха опять выкатывается в этот раз я думаю на на 100 урон 500 всего лишь голдовым фугасом еще арта нам на 200 дает уже хп кончается сзади еще фуловые 50 120 и нашу балалайку пора разворачивать и ехать убивать 50 120 пока он там на кд поскольку здесь мы находимся в перекрестном под артой не очень приятно мы и слева будем под артой когда туда выйдем но хотя бы мы уже переместились и более-менее сейчас безопасности намного активнее бой чем 2 по урону очень очень плохо стрельнули прям вообще ужас кстати вафля может пробить но скажу вам по секрету по секрету я на вафле не так давно сыграл несколько боев и раньше раньше я считал что вафля 9 это хороший танк сейчас я считаю что вафля 9 это просто мусор она просто убогая конченная парашек то есть время прошло раньше она вафле играл спокойно все бы нормально буквально прошло пару лет все танк конченый как это работает у картофана физнет стоим выехали за кустик видимо чтоб кустик не мешал нам светить опять же не боимся вообще арту она уже одна осталась бат обычно много не дамажит не стрельнули сверху хана и получаем от арты 10 700 урона по идее мы еще один урон даем поэтому писать 120 нас ни разу не пробьет потому что я сын математики я знаю что нам надо еще один урон все теперь можно умирать теперь можно умирать но только что хотел сказать что арта нас на выстрела не заберет и мысленно я был прав 11 чтобы мне так везло один хп сомневаюсь что ему оставят фраг поэтому у нас будет 5 фрагов и 11 тысяч 535 урона очень сильно сомневаюсь что оставят хотя стрв принял взвод принял взвод и может быть может быть ты 30 не попадет хорош хорош но воина нет воина нет арта сама разбилась об нашего стрв и воина мы не получали но в принципе воина если бою не получил то бой в принципе вообще ни о чем да вот если бы воина получил то да без воина какая-то хрень чуть 12000 урона вообще вообще не от воина бы до тогда можно было бы похвастаться кому-нибудь там вот такой вот бой намного интереснее чем второй бой честно скажу если вы посмотрели второй бой по урону вы бы сказали ну чё рубрика говно какое-то этот бой реально нормальный первый бой я не могу посмотреть потому что не воспроизводится реплей это же world of tanks вот так вот нагибаем на 12к с вами был арчик играть красиво пока а